Всем привет! Вы на канале Yellow Limoncello, канале про алкогольные напитки и не только. И сегодня наш выпуск будет посвящен пиву Бруклин. Относительно недавно во многих магазинах нашей страны появилось пиво американской пивоварни Brooklyn Brewery. И стоит оно совсем не как пиво из США, а все потому, что оно не из США. Дело в том, что сейчас марка принадлежит датскому гиганту Carlsberg, который для нас производит это пиво в России на заводах пивоваренной компании Балтика. Мнения об этом пиве настолько кардинально различны, что я решила уже разобраться с этим вопросом сама. Тем более, что банки Бруклина можно встретить вообще в каждом магазине от частных мини-маркетов до таких гигантов, как Метро, Лента или Огей. Цена за банку пива обычно не дороже 100 рублей. Конкретно я покупала со скидкой по 54 рубля. Итак, для начала история данного напитка. В конце 1800-х годов Бруклин был одним из крупнейших пивоваренных центров США. Там находилось более 45 пивоваренных. А вообще по всей Америке было уже 140 пивоварен к 1810 году. А к 1860 году работали уже 1250 пивоварен. Самый пик пришелся на 1873 год. Тогда существовало 4173 пивоварни. Этот показатель удалось перебить только в годы крафтовой революции. На рубеже 19-20 веков, а именно к 1910 году, их осталось всего лишь 1568. То есть, да, вот интересно, было аж почти 4000, и так резкая конкуренция с крафтовым пивом все подкосила, и осталось всего лишь полторы. Бруклин Брэвери – это американская пивоварня, которая расположилась в Нью-Йорке. Завод начал свою деятельность с мечты – вернуть пивоварение в Бруклин, некогда центр производства американского пива. Сегодня пиво компании продается более чем в половине Соединенных Штатов и более чем в 30 странах по всему миру. На сегодняшний день реализацией пива от Бруклин Брэвери занимается компания «Балтика» под четким руководством компании «Калсберг». Бруклин Брэвери была основана в 1988 году Стивом Хинди и Томом Поттером. Хинди научился варить пиво во время шестилетнего пребывания в различных странах Ближнего Востока. По возвращению в Бруклин в 1984 году он и Портер, его сосед снизу, уволились с работы и основали пивоварню. Понимая ценность сильного логотипа, Портер наняла графического дизайнера Нилтона Глейзера, наиболее известного как создатель логотипа для компании «Я люблю тебя Нью-Йорк», а также логотип DC Comics. Взамен Глейзер получил долю в компании. Первоначально это была контрактная пивоварня, то есть для варки партий своего пива они пользовались услугами других пивоварен. Первым сортом был Бруклин Лагер, и они с большим трудом пробивали себе дорогу в пабы и бары. Их собственная пивоварня в Бруклине начала работать только в мае 1996 года. Все их пиво до 1996 года варилось по контракту с Matt Bravery Company, и пара основала собственную дистрибьюторскую компанию и лично перевозила и передавала свое пиво барам и различным торговцам по всему Нью-Йорку. А в 1996 году они приобрели бывшую фабрику в Уильямсбурге, это Бруклин, и превратили ее в функциональную пивоварню. С 1994 года Гаррет Оливер является пивоваром Бруклинской пивоварни. Этот уникальный пивовар, он новатор, талантливый шеф, известный любитель острот и эпатажный модник. И определенное пиво от Бруклин Брэвери получается соответствующим своему создателю. После почти двух десятилетий совместной работы партнерство между Поттером и Хенди закончилось. И в 2004 году Поттер ушел с поста генерального директора и председателя правления Бруклин Брэвери, в то время как Хенди остается у руля пивоварни в качестве президента. А Поттер рискнул выйти на новые пастбища и основал Нью-Йорк Дистиллинг Кампани. Сейчас она производит джин. В 2016 году Бруклин Брэвери продала часть своих акций компании японскому конгломерату Киннинг Холдингс. Сделка была заключена с целью завоевания новых рынков в Азии и Бразилии, исторически сложном для выхода регионе, где импорт составляет менее 2% от объема отрасли. А в 2017 году Бруклин Брэвери еще больше расширила сферу своей деятельности, приобретая пивоварню Лондон Филдс. Вообще Лондон Филдс это британская пивоварня, их дистрибьютором в Европе был Калсберг. Соответственно заключая такую сделку, Бруклин Брэвери еще больше расширил свои горизонты продаж, ибо Калсберг теперь начал сотрудничать именно с ними. Да, изначально Бруклин Брэвери задумывался как завод, который вернет былую славу классическому пиву, но смотря сейчас на сайте их ассортимент, я понимаю, что крафт их тоже захлестнул. Итак, что же продается в Америке под маркой Бруклин? Скорее всего, чтобы попробовать данное пиво, нам в России надо ходить или в специальные пивные бутики, либо дьюти-фри. По крайней мере, в своем поселке я такого не видела, да и сейчас, когда переехала в город, тоже не замечаю такие виды бруклинского пива на полках магазина. Если вы видели, то делитесь, где купить. И сейчас быстро вкратце про самый такой, скажем так, базовый ассортимент данного пива. Бруклин Лагер имеет янтарно-золотистый цвет и демонстрирует устойчивый солодовый аромат, дополненный освежающей горечью и нюансами хмеля. Во вкусе ближе к финишу появляются карамельные оттенки. Ароматические качества пива усиливаются за счет так называемого сухого охмеления. Это такая практика замачивания свежего хмеля в пиве в процессе длительного холодного созревания. В результате получается чудесное ароматное пиво, оно мягкое, освежающее и очень универсальное в гастронимическом смысле. Варят данное пиво в Швеции. Пилснер – это пиво, рожденное в Бруклине и созданное для всех без исключения. Это питкий, легкий и освежающий пилснер с богатыми ароматами хмеля, умеренной горечью и карамельным послевкусием. Бруклин Дефендер Иппа. Вообще, Дефендер в переводе обозначает «защитник». Это яркий, сочный Иппа в стиле западного побережья с красноватым оттенком. Он отличается яркой фруктовой хмелевой горечью и интенсивным смолистым ароматом. Также у него долгое сухое послевкусие. На вкус это как обычное пиво, но в этом и заключается особый эффект. То, что это иллюзия. Здесь используется специальный метод брожения, который раскрывает вкус, аромат и характер пива без содержания алкоголя. А обильное сухое охмеление дает живые хмелевые ноты и чистое послевкусие. Так что вот так они придумали. Казалось бы, это просто пиво, а нет, это специальный эффект пива. Кстати, повторюсь, оно безалкогольное. Еще одно безалкогольное пиво это Brooklyn Special Effects Epo. Напиток привносит в безалкогольный мир яркие хмелевые ароматы и сочные цитрусовые вкусы. Это пиво сварено для людей, которые любят все хмелевое и освежающее, но без высокого содержания алкоголя. Данное пиво считается низкокалорийным, потому что в нем менее 100 калорий. Stonewall in Epo. Это сезонное пиво с добавлением цитрусовых. Оно имеет оттенок грейпфрута и цитрусовой цедры в аромате, с четким, но мягким послевкусием. Stonewall переводится как каменная стена. Brooklyn East Epo. Это яркий пример того, как пивовар отдает предпочтение сбалансированному, гармоничному и утонченному букету, избегая при этом слишком яркого вкуса и аромата. Во вкусе различаются тона косточковых фруктов и крепкая горечь в послевкусии. Обычно это характерно для исключительно британских ипо. Ну и последний на сегодня это Bell Air Sour. Это, наверное, самое необычное пиво. По описанию с сайта пивоварни данный напиток представляет собой яркое тропическое буйство фруктов во вкусе и аромате. Мягкий ячменный и пшеничный солод сохраняют сухость и освежают вкус. Если честно, я даже и не знаю, как относиться к таким новым сортам пива. Ну а с февраля 2022 года в России по лицензии начинают варить два премиальных сорта. Это Бруклин Пилснер, освежающее легкое пиво с богатым ароматом хмеля, умеренной горечью и карамельным послевкусием. И Бруклин Американ Эль, это насыщенный охмеленный американский эль с яркими цитрусовыми нотками в аромате и заметной, но все-таки сдержанной горчинкой. Оба сорта появляются на рынке в двух вариантах упаковки. Это в стекле и в банке. Одна ярко-желтого цвета для Пилснера и глубоко-синяя для американского эля. И сегодня на дегустацию я уже вам показывала у нас две баночки, которые производят у нас Балтика. Это Бруклин Пилснер и Бруклин Американ Эль. Встретить данное пиво можно практически в любом магазине, а ценовая категория у него 100 рублей. Лично я покупала за 54. Начинаем дегустацию с Бруклин Пилснер. Вообще Балтика уже несколько лет является дистрибьютором пива Бруклин в России, а теперь и наладила выпуск Бруклин Пилснера и Бруклин Американ Эль на своих мощностях. Строго следуя рецептуре производителя. Наливаем пиво в бокал и видим, что напиток светло-золотистого цвета, аромат у него не сильный, еле-еле ощущаются оттенки цитрусовых. В основном это аромат зеленого чая, нюансы травы и прям такие хорошие тона цветов. Ноты хмеля во вкусе не яркие, резкости у напитка нет. Если честно, сложилось впечатление, что его просто разбавили водой. Во вкусе прям яркая сладость меда и луговых трав. Нету, знаете, вот этой резкости и хмелевой горечи, которую лично я люблю в пиве, поэтому данный напиток не для меня. Ну, вроде как по отзывам Бруклин Американ Эль должен быть намного лучше, чем Пилснер. Ну, пробуем. Пиво слегка такого туманно-золотистого цвета с большой пенной шапкой. В ярком аромате пива преобладает оттенки цитрусовых фруктов. Вкус, ну, не особо насыщенный. Хмелевые горечи тут тоже не было замечено. В основном во вкусе это нюансы цветов и луговых трав. Но здесь, слава богу, уже без меда. По резкости здесь чуть побольше, чем в Пилснере, да и баланс, в принципе, получше. Вообще, изначально, когда искала информацию для этого пива, для данного обзора, я натыкалась на тонну отзывов, где, собственно, разделились два лагеря. Те, кто поет дифирамбы данному пиву, и те, кто его не взлюбил. И вроде как, самая главная причина, это то, что существуют разные партии. И где-то действительно вкус у пива не очень, а где-то классный. Но я не буду проводить эксперименты, как сделали это некоторые блогеры, где они покупали по 10 банок пива в разных магазинах и сравнивали. Они уже и так выявили, что действительно пиво почему-то разное. Мой вывод, пиво мне не понравилось, и это... Точка! Обзац! Бай-бай! В принципе, за 54 рубля его стоило попробовать. Так что, дегустируйте, пробуйте. С вами был канал Лимончелло. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok